Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 82-м уроке видеокурса уникальные виджеты Adobe Muse. В этом уроке мы с вами будем рассматривать эффекты с текстом, анимационные эффекты. Что за виджет, что за эффекты. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим на данный виджет. Сейчас вы видите перед собой как раз анимационные эффекты с текстом. Сменяется текст. Итак, давайте посмотрим настройки. Здесь ничего сложного нет. Вы вот в этих полях, где сообщение, можете как бы вот так вот все удалить и написать что-то свое. То есть смотрите, текст 1. Это текст, который будет появляться в самом начале. Вписываем текст. Во втором поле вписываем другой свой текст. И так мы можем повесить до 8 разновидностей текста. Начиная со второго текста, у нас стоит время, time в секундах. То есть это интервал, через какое время показывать третий текст. То есть вот второй появится через 5 секунд после первого, третий появится через 10 секунд. Если у вас текста меньше рассчитано, чем здесь 8, тогда вы просто в других полях удаляете все, что написано и оставляете поля пустыми. Этот виджет не зациклен. То есть когда текст вас проиграет один раз весь, он проигрываться вновь не будет. У текста номер 8 есть отличительная особенность от других вот этих 7 вариантов текста. Если вы здесь пропишите какой-то текст, 8 вот этот текст, он проиграет и как бы зависнет, останется. Видим всегда. То есть пока не перезагрузите страницу. Давайте посмотрим. Смотрите, я сделал 3 текста, 3 поля. Остальные я не заполнял, а у последнего я написал конец. То есть можно сделать так, если у вас, например, нет больше текста для других полей. И, соответственно, конец у него 40 секунд, можно поставить поменьше. Также, например, поставим 5. Дальше, текст color. Это общий цвет для всего текста. Меняем здесь на свой. Size, размер текста, общий размер текста ставим здесь. И общий шрифт для всего текста в самом низу. Вот и все настройки данного виджета. Давайте посмотрим. Текст проиграл. Да, вот видите, что происходит. У нас здесь слово конец уже появилось поверх текста. Это была ошибка с моей стороны. То есть вот здесь у нас стояло 40. У нас, видите, как другие поля пустые, поэтому здесь надо рассчитывать. То есть вот 5, 10. Например, можно попробовать поставить здесь 15. То есть вы должны учитывать вот этот вот лимит, time. Если у нас через 5 проиграл, через 10. И вот следующий, последний, у меня будет через 15. И вот последний текст. Конец проиграл. И этот текст не исчезнет, как я и говорил. Он останется здесь на экране. Если нужно, чтобы ничего не оставалось, то в последнем поле вы ничего не пишете. Тогда текст проиграет и ничего здесь показываться не будет. Вот и все настройки данного виджета. На этом я заканчиваю этот урок. И увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok